Здравствуйте, я Брэд, специалист по продуктам Кинзи. В этом ролике мы рассмотрим сейлку модели 3505. Мы изучим ее раму, конфигурации, опции и дополнительное оборудование, которое предлагает компания Кинзи. Начнем с дышла, затем двинемся к задней части и по пути поговорим о конструкции рамы сейлки. Как вы, наверное, заметили, модель 3505 относится к сейлкам с поворотной осью и, так сказать, является младшим братом модели 3605. Данная модель доступна с восьмью или шестью рядами с междурядием 70 см и 76 см и также широким ассортиментом опций для раздельного высева и внесения удобрений, которые разберем позже. Начнем с передней части сейлки и далее двинемся к задней. Исторически сложилось, что 3505 имела меньшие требования к производительности гидросистемы трактора. Начнем с дышла и подключения сейлки. Мы видим стандартную сцепку с серьгой или, как опция, предлагает вариант для двухточечного сцепного устройства. Гидравлические подключения крайне простые, их легко подключить практически к любой модели трактора. Модель позади меня имеет систему центральных бункеров. Мы обсудим чуть позже ее требования к гидросистеме. Это сейлка с центральными бункерами и механическими высевающими аппаратами, а также контактным приводом для указанных аппаратов. Преимуществом 3505 является то, что, получая преимущество системы центральных бункеров, вам требуется только два СКК для работы сейлки. Еще один плюс заключается в том, что два СКК нужны не только для сейлки с центральными бункерами, но и те же требования по СКК к гидросистеме имеет машина с раздельными бункерами. В рамках усовершенствования серии 05 для всех сейлок Кинзи предлагаются большие и удобные рукоятки гидравлических шлангов. Вы видите в моих руках шланги с красной маркировкой, которая принята для обозначения подъема сейлки. Это контур подъема с раздельными шлангами. Преимущество конструкции модели 3505, обеспечивающей простоту и низкие требования к гидросистеме, заключается в работе контура вентилятора центральных бункеров через контур подъема, то есть, можно сказать, два в одном. Так что можно подключить сейлку всего с двумя СКК при этом иметь систему центральных бункеров. Другими словами, красные шланги не только обеспечивают подъем, но и питают вентилятор центральных бункеров. Далее перейдем к синим шлангам, которые обеспечивают работу маркеров и складывание сейлки. А поскольку есть гидропривод вентилятора, то присутствует шланг без напорного слива. Для любых сейлок с вакуумным высевающими аппаратами или центральными бункерами необходим без напорный слив. Мы предлагаем механические высевающие аппараты пальчикового или щеточного типа, как на данной сейлке. Также доступны вакуумные высевающие аппараты TrueRate для конфигурации как с центральными, так и с раздельными бункерами. Но при наличии опциональных вакуумных высевающих аппаратов требования к гидросистеме увеличатся на один СКК. Итого необходимо будет три СКК. Если на вашем тракторе нет трех СКК, у нас есть отличное решение. Вы можете установить опциональный насос с приводом от ВОМ для питания обоих контуров вентиляторов. Это позволит ограничиться двумя СКК на старых моделях тракторов. Или снять нагрузку с гидросистемы и переложить ее на вал отбора мощности трактора. Мы предлагаем такую опцию. Перейдем к раме сейлки. Конструкция с поворотной осью отличается наличием двух рам, что дает большие возможности для установки опций и дополнительного оборудования. Одной из самых популярных конфигураций является вот эта позади меня – 3505 с системой центральных бункеров и с раздельным высевом. Сочетание инноваций и традиционных решений в виде рядов раздельного высева на узкой раме с поворотной осью, которая отличается отличным балансом. Задние высевающие секции находятся сзади, фронтальной спереди. Поэтому она очень стабильна и прекрасно уравновешена. И я говорю не только про транспортировку по дорогам, но и работу в поле. Хорошая развесовка полезна при неровностях или тяжелых условиях нулевой обработки почвы. Вес оборудования равномерно распределяется по высевающим секциям, что обеспечивает хороший контакт и распределение веса, особенно системой центральных бункеров. Явным преимуществом сейлки является легкое прохождение остатков. Когда на поле имеется много пожневных остатков, равномерное разнесение фронтальных и задних высевающих секций позволяет остаткам действительно легко проходить через сейлку. Еще одним преимуществом сейлок с поворотной оси является то, что работы по обслуживанию высевающих секций выполняются на уровне груди или плеч. Благодаря этому становится гораздо легче выполнять любые работы на них. Обратите внимание, насколько легко можно получить доступ к узлам даже с учетом того, что эта сейлка в узкорядной конфигурации. Теперь о других опциях и дополнительном оборудовании для такой конфигурации. На этой сейлке доступен раздельный высев. Мы также можем предложить оборудование для жидких или сухих удобрений. Это зависит от конфигурации. С раздельными бункерами можно заказать оборудование для сухих удобрений. Для центральных бункеров доступно только оборудование для жидких удобрений, а раздельные бункеры могут сочетаться как с оборудованием для жидких удобрений, так и для сухих. Мы предлагаем различное дополнительное оборудование для удобрений. Для жидких удобрений можно установить стандартные зубчатые однодисковые сошники или наши усиленные однодисковые сошники или трубки для прямого внесения в борозды, если вносите удобрения с низкой нормой прямо в борозды. То есть для жидких удобрений есть несколько вариантов. Если говорить о конфигурациях для сухих удобрений, вы можете использовать зубчатые или усиленные сошники, которые крепятся на переднюю раму. В этом заключается плюс двойной рамы, что все тяжелое дополнительное оборудование крепится спереди, а не нагружает заднюю или центральную часть сейлки, что опять же делает сейлку сбалансированной и простой в транспортировке по дорогам, так как вес распределен по раме. Теперь давайте обсудим высевающие секции. Как я уже говорил, это сейлка модели 3505, и разумеется, изменения в ней не ограничились цветными наконечниками шлангов. Были приложены большие усилия для модернизации компонентов высевающих секций. Эти высевающие секции серии Evolution имели большой успех, поэтому мы решили улучшить их и добавить более прочные компоненты в областях интенсивного износа. Улучшения начинаются с параллельных тяг. Мы добавили двойные втулки параллельных тяг на высевающих секциях всех сейлок серии 05. Также были усилены сами параллельные тяги. Стало больше металла вокруг отверстий под втулки. Появилась запрессовываемая втулка, которая устанавливается первой, а уже потом внутри нее ставится стандартная втулка. Благодаря таким улучшениям увеличивается прочность тяги, поскольку вокруг отверстий стало больше металла. Также на 25% была увеличена износостойкость в такой втулке. Эта новая конструкция втулок позволила удвоить ожидаемый срок службы втулок параллельных тяг. Также преимуществом является то, что если раньше при значительном износе, который затрагивал область запрессованной втулки, приходилось менять всю тягу в сборе, то теперь всего лишь нужно выпрессовать эту наружную втулку, вставить новую втулку, после чего можно продолжать работу. Теперь не нужно менять всю тягу целиком. Таким образом, благодаря новой конструкции втулок мы добились значительного повышения срока службы параллельных тяг. Это было добавлено на сейлке серии 05. Перейдем к следующим улучшениям высевающих секций. Еще один интенсивно изнашивающийся компонент – это двухдисковые сошники. V-образные сошники высевающих секций имеют ту же толщину и конструкцию, но мы добавили двухрядные подшипники и усиленные и увеличенные заклепки крепления дискового ножа сошника. Это было сделано для повышения долговечности подшипников, повышения надежности дисковых ножей сошников и тем самым повышения их срока службы. Если заглянуть внутрь высевающей секции, снизу хвостовика мы увидим семяпровод или внутренний чистик. Он подвержен износу, так как защищает семяпровод от повреждения дисковыми ножами двухдисковых сошников. Мы изменили материал внутреннего чистика, что вдвое увеличило срок его службы. При этом он выглядит точно так же и обладает полной обратной совместимостью, но при этом повышает долговечность высевающей секции. Итак, на сейлках серии 05 была изменена конструкция втулок параллельных тяг крепления высевающих секций. На дисковых ножах сошников были применены двухрядные подшипники и усиленные заклепки, а также был изменен корпус подшипника. И не забудем про внутренний чистик с увеличенным ресурсом. Итак, мы рассмотрели подверженные износу компоненты высевающих секций, а также обсудили улучшение серии 05. Теперь перейдем к опциям и дополнительному оборудованию. На данном экземпляре, согласно заказу клиента, установлено много опций и продвинутых функций. Разумеется, в качестве системы прижима можно выбрать механические пружины. Пружины обеспечивают возможность выбора одной из четырех настроек прижима. Данный экземпляр оснащен пневматическим прижимом. Это один из опциональных вариантов систем прижима, которые вы можете заказать. Теперь перейдем к дополнительному оборудованию для высевающих секций. Перед вами фронтальная высевающая секция, но и для фронтальных, и для задних секций предлагаются одинаковые опции и дополнительное оборудование. Доступен опциональный стандартный колтер для нулевой обработки почвы. Мы также можем видеть, что установлены копирующие рельеф колеса для пожневных остатков, оснащенные кулачком для быстрой регулировки, позволяющим легко настроить положение, поднять или убрать колеса. Разнообразные опции для обработки почвы. Сзади находятся заделывающие колеса. Данный экземпляр оснащен зубчатыми заделывающими колесами, выполненными из пластика. Мы, разумеется, по-прежнему предлагаем чугунные или резиновые V-образные заделывающие колеса. Эта опция стала чрезвычайно популярной в варианте зубчатых заделывающих колес для разнообразных условий почвы. Вернемся к конструкции рамы, о которой мы уже говорили ранее. Если выбрано оборудование для внесения жидких или сухих удобрений, оно все будет установлено спереди рамы. На этой селке нет возможности или места, чтобы добавить какую-либо опцию для внесения удобрений, так как на ней установлены центральные бункеры и раздельный высев. Приходится выбирать либо первое, либо второе. На машину с центральными бункерами можно добавить либо оборудование для внесения жидких удобрений, либо раздельный высев. Для 3505 предусмотрено множество опций, зависящих от конфигурации и компоновки этого дополнительного оборудования. Суммарная емкость системы центральных бункеров на данной конкретной селке составляет 1762 литра, два бака по 881 литру. Система центральных бункеров предлагается для этой модели уже несколько лет. В версии 05 система центральных бункеров была усовершенствована путем использования нового распределителя в нижней части центральных бункеров. Этот новый распределитель дает возможность высевать значительно более широкий диапазон культур. Сначала система центральных бункеров поддерживала только высев кукурузы и соевых бобов. Теперь с ее помощью можно высевать кукурузу, соевые бобы, хлопчатник, различные покровные культуры, пшеницу, сахарную свеклу, майло, подсолнечник, рапс. То есть самые различные культуры. И соответственно предлагаются различные диски в зависимости от высевающего аппарата. То есть системы центральных бункеров на модели 3505 можно высевать самые разнообразные культуры. Само собой по-прежнему доступен контактный привод, который является стандартным оборудованием для модели 3505. Не надо забывать про торцевые трансмиссии, которые много лет назад внедрила компания Kinsey. И данная система остается актуальной уже более 50 лет, так как обеспечивает удобный доступ с торца для быстрой перенастройки трансмиссии. Она позволяет легко изменить норму высева при переключении, например, с кукурузы на фасоль. Очень простое, но эффективное решение в сегменте шести- и восьмирядных сейлок. Опять же, с возможностью раздельного высева и различными опциями для внесения удобрений. Уникальной особенностью модели 3505 является подъемно-поворотная конструкция с центральной стойкой из нержавеющей стали в середине. Такая конструкция позволяет широко разнести колеса оси. Разумеется, для транспортировки используются четыре колеса. При этом транспортная ширина невелика и составляет всего 340 см. И для складывания сейлки не используются электронные компоненты. Так что для поворота сейлки и для ее опускания на землю используются только механические клапаны. Благодаря двойной раме и возможности установки разнообразного дополнительного оборудования, будь то конфигурация для узких дорог или оборудование для внесения удобрений, сейлка обеспечивает легкое прохождение остатков от передней части сейлки к задней. Уникальная конструкция двойной рамы на сейлках 3505 с использованием центральной стойки из нержавеющей стали в середине обеспечивает отличную развесовку при транспортировке по дорогам. Малая транспортная ширина всего 340 см в полностью сложенном виде позволяет более рационально использовать место и широко разнести колеса оси. А уникальное U-образное дышло дает возможность использовать разнообразное дополнительное оборудование. Но что более важно, сейлка легко пропускает через себя остатки и мусор, а также любые другие предметы, которые могут встретиться в поле, и вы продолжаете работать без каких-либо проблем даже на сильно засоренном участке или участке с большим количеством остатков. Еще одним преимуществом является легкая доступность высевающих секций для обслуживания. Это позволяет гибко выбирать дополнительное оборудование, если вы захотите расширить функционал сейлки в дальнейшем. Мы также предлагаем возможность значительно увеличить объем емкостей для жидких удобрений с помощью буксируемого прицепа, сцепное устройство для которого предусмотрено в задней части рамы. Так что для фермеров, кто работает с более высокими концентратами или кому требуются увеличенные объемы жидких удобрений, мы также предлагаем заднее сцепное устройство для прицепа. И, конечно же, вместе с конструкцией двойной рамы и конфигурациями для раздельного высева, мы предлагаем дополнительные высеивающие секции. Как вы видите, 3505 отличается гибкостью конфигурации и может решать широкий спектр задач в вашем хозяйстве.